Сейчас сложно представить школу, в которой нет доступа к интернету. Дети заходят во всемирную паутину, чтобы узнать что-то для уроков, смотрят электронные дневники и прочее. Но оказывается, не во всех школах отслеживают, что именно смотрят дети в интернете. В двух образовательных учреждениях города выявлены факты доступа учеников к интернет-сайтам, содержащим информацию, запрещенную к распространению. Помощникам Соликамского городского прокурора в ходе проверки с компьютеров, к которым имеют доступ и ученики, осуществлен вход на интернет-сайты, которые содержат информацию порнографического содержания, а также экстремистской направленности. Теперь директора школ будут привлечены к административной ответственности. Ведь по закону во всех образовательных учреждениях на компьютерах, у которых есть выход в интернет, должны быть установлены контент-фильтры, чтобы дети не могли посещать те сайты, которые хочется. Вот, например, в гимназии номер два ученики такого себе позволить не могут. У нас в гимназии установлен интернет-цензор, родительский контроль. Это бесплатная программа, которая блокирует сайты, которые наносят вред ребенку, его развитию, его здоровью. В результате все ученики гимназии посещают только те сайты, которые будут полезны для учебы. То же самое должно быть и дома. Именно поэтому на родительских собраниях в гимназии тема «Безопасный интернет» – одна из приоритетных. Родители с огромным вниманием все это воспринимают. Их очень это волнует, поскольку они не все владеют сами компьютерными технологиями, безусловно. То здесь дети их опережают. И поэтому имеют возможность очень свободно плавать, как в интернете, так и в социальных сетях. И вот мы, давая рекомендации, как быть союзниками в этом вопросе, мы как раз еще и рассказываем и даем прямо печатный материал каждому родителю, какие существуют фильтры для того, чтобы их в домашних условиях иметь. При этом родители могут сразу при подключении интернета дома поставить ограничения и сделать многие сайты закрытыми от глаз ребенка. У Ростелекома, в частности, есть такая опция для домашнего интернета, называется родительский контроль. То есть она именно активируется в личном кабинете и позволяет разграничить именно компьютеры, например, смартфоны, планшеты ребенка от родительских. Родительский контроль существует почти у всех поставщиков интернета. Так что закрыть доступ ребенка к информации не по возрасту можно. Но и главное, не забывайте просто общаться со своим ребенком, чтобы знать, чем он занят в интернете. Евгения Константинова, Максим Перелыгин, телекомпания «Сольтовая». Продолжение следует... Продолжение следует...